Субтитры создавал DimaTorzok Доброго вечера всем, кто только присоединился. Это у нас уже второй эфир. Здравствуйте, девушка. Я завтра к вам приду и помадку вам принесу. Я завтра к вам приду и помадку вам приду. Я завтра к вам приду и помадку вам приду и помадку вам приду и помадку вам приду. Какая вы милая. Спасибо. Что-то долго захотели после первого эфира. Ну, так получилось. Занималась делишками кое-какими. И на десятой неделе живот еще не начал расти. Чуть-чуть, чуть-чуть появился. Не хотите дома рожать? Нет. Покажи, что там вкусненького. Вот. Сейчас еще туда кальмарчики перейдут. Все это я залью сливочками. Сливулечками. Сливулечками. Чуть-чуть водички. Так. Сливками, святанкой. Чесночка чуть-чуть почищу. Слышно плохо? Всем плохо слышно или только вам? Любая, у тебя скоро будет миллион зрителей. Очень приятно тебя слушать. Ну, вряд ли миллион будет. Конечно, хотелось бы, но... Медленно-медленно очень растут подписчики. А за приятно слушать спасибо. Как тебе самочувствие? Сейчас у меня вроде лень отступила. Ну, я не могу сказать, что у меня прям какая-то лень была такая невероятная. Если придумала, чем занимать день, то все норм. Муж мясо ест? Ест. Ресницы нарощенные. Приветик, ты приболела что ли? Да вроде нет. Что-то вот с носом, но вроде не особо. Фонит. Где меди обычно покупаете? Все морепродукты покупаем на хода комбинате. Ну, если есть хотя бы один человек, которому слышно хорошо, то, значит, тому, кому слышно плохо, это проблема у вас. Безумно вкусно. Да, еще сейчас макарошки. Макарошки сейчас, значит, сварю. И вообще вот вкусно тень. Макарошки. Макарошки. Можно, наверное, поставить. Вариться. Что, как думаете, ракушки сварить? Или вермишельку? Вармишельку, да? Что, больше ничего нету, что ли? Надо купить какие-то еще макароны. Слышно хорошо. Умничка. Хозяшка. Спасибо. Спасибо. Вы меня так напариваете прям. Ой. Слышно. То есть, у меня большая лампа. Спагетти, спагетти, спагетти. Только это не спагетти. Или это спагетти называется? Я не помню. Ну, что так медленно готовится, потому что маленький огонь. Девочка, я не делаю больше. Маля. А я вот только пиццу поставила в духовку. Хочу пиццу. Расскажи, как похудеть. Правильно питаться регулярно. Сейчас. Ну, как минимум, на ночь не жрать макароны. Вот. Как мы. Как мы это будем делать. Вы тоже любители на ночь покушать, как и мы. Мы не любители на ночь покушать. Просто мы вот так поздно ужинаем. Ложимся спать тоже поздно. Поэтому просто у нас как обычный. Как обычный ужин у всех. Ты сейчас веселее, чем в первом эфире. До нее там тоже была веселая. Пока мы грустные темы не затронули. Какой стоимость сейчас мультивитаминная сыворотка? 1300 рублей. Протеин клубника и шоколад еще не доступен к заказу. Куда ожидается, неизвестно. Обещали в конце декабря, что появится. Но пока нету, к сожалению. Сами очень сильно ждем. Я клубничный люблю, муж шоколадный. Принеси мне завтра покушать. Вы так долго готовите, муж еще не уснул. Муж еще даже не дома, чтобы заслать. Мы ложимся спать в 12 часов, ребятушки. Наш ужин успеет еще 3 раза перевариться. Не беспокойтесь. Начинаю прям переживать, чтобы я не заболела. Потому что голова болит и такое вот чувство в голове не очень. И нос. Ну и не хотелось бы мне сейчас простыть вообще-то. Блин, да где я могла простыть? Я сейчас два дня дома сидела в тепле. Выходила если из дома, то я на машине сидела. Я блин даже на холоде не нахожусь по сути. Нет, на учет не стало. Выпин, витамин С выпей. Спасибо, но витамин С поздно пить. А что готовим? Пасту из морепродуктов готовим. Я беременна, если что. Просто витамин С или какие-то там витамины с аптеки я сейчас не буду пить. И витамин С при болезни уже никак не поможет. Как вам без облачения дежного на вашу компанию? Я такую херню всякую не смотрю. Я даже не знаю, о чем вы сейчас говорите. Какие интересные сливки. Это нормально, что они такие густые? Как вы считаете? Сливки. Пармалат. Написано 23% идеально для соусов. Это нормально, что они вот такие густые? Хотя норм, да, вроде. Мне сначала показалось, что они густее. Пойдет. Дело в том, что мне нельзя сейчас ударные дозы, во-первых, витамина С. А во-вторых, как вы можете определить, что у меня вирус? Настя, ну хоть ты-то давай не будешь сейчас вот моим лечением заниматься. Вот хватает тут вот умников. Какие-то интересные сливки. Еще ни разу такие густые я не покупала. Обычно всегда, когда я покупала, они были такие, как молочко просто густенькое. Но не как сметана. Удивили меня эти сливочки. А что у тебя вирус, я не определяла. Угу. Люба, аж при беременности с носом будут проблемы. А вся беременность промочилась. Это может быть и не в беременных. Я даже про такое не слышала. Надо почитать. Чай с малиной при насморке. Добрый вечер. Можно беременным. Промочилась. Да нормально, да норм. Но они такие и есть. Они взбились при транспортировке. Да, так бывает. Ага. Да, как шикучка в воде подяжется. Да господи, да я знаю как выглядит витамин С. Чего вы столько сообщений про это пишите, не понимаю. в формате просто много загустителей и при транспортировке бывает сбивается вообще главное не накручивать не заболевать не переживай спасибо я при беременности много пила чая ни одна таблика без выемность принципиально как относитесь к смузи из плаценты первый раз слышу перебеременности лечилась от просуд ли помещаем с медом и калиной да кстати протокол слышала что на новый год будет готовить быть обязательно будет красная икра быть ребра тут красной икрой обожжусь прям красной икрой какой твой самый любимый вкус чая из н.л. короче это вот обычный зеленый он с грибом рейши вот этот обожаю с чабрецом сейчас не пью его потому что чабрец может спровоцировать выкидыш вот еще один зеленый тоже с мятами с мятой и лимоном почему-то здесь его нет закончился это три моих любимых чая из н.л. переживаем за тебя спасибо большое не стоит но правда вот вы когда рассказываете такие элементарные вещи как выглядит витамин c в какой он упаковке продается как он растворяется это кажется не переживанием почему важно сходить к стоматологу перед беременностью ну как минимум к стоматологу нужно ходить раз в год чтобы проверять все ли у вас порядке с зубами с пломбами нигде ли там не начинается никаких проблем чисто для профилактики а перед беременностью почему потому что опять же чтобы проверить наверняка что у тебя нет там никаких проблем что все пломбы крепко держатся потому что при беременности обезболивание которым обезболивают когда делают пломбы оно вредно при беременности это нельзя делать вот поэтому советую сделать это дом сегодня обижалась красной икрой но можно бы еще теперь жду новый год а как же новинки чай не понравились не настолько насколько вот эти чай они мне понравились но самые мои любимые вот эти три остаются но хотя из новинки кстати на уровне зеленый с мятой и анисом анисом вот он на уровне приблизительно как вот зеленые с мятой и лимон но все равно самый мой любимый с чабрецом но сейчас я его не пью привет может пила какие-то витамины для планирующих беременность может может что-то посоветовать честно не хотелось бы мне советовать никакие витамины я пила а при гнокея элементарные витамины для беременных в котором в своем большинстве содержится фолиевая кислота и плюс дополнительно там какие витамины нужны как раз и круто и нежелательно из добавки ей действует на плод я в курсе я в курсе дорогие мои на новый год я икру съем от одной баночки ничего со мной не будет вот и по идее в хорошей икре которая сделана согласно гостам вот это вот е 211 ее там минимальное количество которое повлиять на плод не может это если вы будете эту е граммами там килограммами есть именно е даже не икру вот тогда возможно повлияет я обожаю чай с шоколадом и орехом а дочка любит с корицей и зеленой еще а равно где кушать уже скоро чего вы так переживаете за рому когда он покушает когда придет домой тогда покушает пока не дома поэтому и не кушает и мусульную семгу я поняла-поняла что плохо стало со связью потому что сразу же количество почему-то уменьшилось почему стало плохо со связью фиг его знает Потому что хороший вайфай, наверное, поэтому... Очень рада за вас, легких родов и здорового малыша. Спасибо большое. Так, ну что, я вас послушала, и кальмары я кидаю последними, уже практически кипящую подливку. Я еще специально меленько сейчас порежу. Готовлю макароны и подливу из морепродуктов. Ну, типа паста были. Типа паста. Блин, голова болит все равно. Не сильно так, вот так вот потихонечку так тянет, блин. Да, бесит. О, как же вкусные сливки пахнут. Это все погода. Да не, я просто сегодня поплакала. Утром. Ну, обед. Чуточек. Чуточек поплакала, и если я поплакала, у меня обязательно болит голова. После этого. Поэтому вывод какой? Надо не плакать. Дебильный вайфай. Говорю, тут очень-очень вкусненько. Да блин. То телефон садится, то вайфай не работает. Что-то у нас срастается с этим эфиром, я чувствую. Здравствуйте, кто вы. А вы кто? А вы? Очень люблю добавлять измельченный чеснок. Вот, все. И укроп. Кофе пьет и пью. Может, помогаете приготовить? Ну, когда... Фу, меня бесит. Так. Насчет головной боли. Когда капец прям был, я спасала детским норофеном. Частенько зависает. Да все, я отключаю эфир. Меня бесит, что он так зависает. Реально, это не дело, это не эфир, а чертишо получается. Я не могу, не могу даже вот туда... Ладно, давайте сейчас 5 сек посижу. Как раз температуру померю. Где градусник? Температуру померяю и... У меня тоже 9-10 недель. Только переболела. Но так не сильно. Начала сразу отцелококцином бить. Я его при первой беременности пила. А че не сама попыталась выздороветь? С помощью чаечков, малинки, витамина С, фруктиков. Че не сама? Зачем начала сразу пить что-то? Либо где Нель открыли в Краснодаре? На какой улице? Там три Нель Стора. Один на улице Красной. Другой на улице Северной, по-моему. И последний, который открыли Нель Стор в формате супермаркета, он находится в СБС Мегамол. Я не помню, как улица называется. Но, думаю, если вы из Краснодара, то вы такой торговый центр знаете. Что поменялось после того, как узнала, что беременна? Поменялись ли отношения у вашей пари? Мне вначале казалось, что муж прям сильно какой-то сдержанный стал. Прямо чересчур. Прямо вот. Прямо не узнать его. Ну, типа, мы оба очень сильно эмоциональные и сложные люди. И, ну, типа, вот мы можем просто поговорить, покричав друг на друга в таком формате. Ну, ничего в этом такого сверхъестественного нет. Вот. Но он прям стал там. Я видела, как он себя сдерживает. А сейчас то ли я уже с ума сошла? Что бляха? А, нет, казалось. Думала, вазу мою кто-то уже разбил. А сейчас то ли я чересчур уже стала невыносима, что ему тяжело меня сдерживать. Либо я уже просто привыкла, и мне хочется, чтобы он вообще ни слова мне не говорил на любые мои капризы. Вот. Ну, не знаю. Ну, есть какие-то особые чувства друг к другу. Не знаю, но я бы не сказала, что это из-за беременности появляется. Не знаю, короче, не могу рассуждать. У нас всегда все хорошо было, поэтому... Не могу по заказу смеяться. Развеселите, я тогда буду улыбаться. Уральская СБС. Возможно. Не знаю всю улицу Краснодара. Говорят, малины много нельзя еще при беременности, что может провоцировать. Но я не спец. Не все что-то такого. Люба, ты такая лапочка, нежная. Мне кажется, ты не способна кричать. Я очень даже способна кричать. Я просто ужасно невыносимый, нервотрепный и задротный человек. И, ну, короче, тяжело со мной, тяжело. И да, я способна кричать. У тебя сейчас прекрасное время на славы сдать с друг другом. Спасибо. А Рома – это первая любовь, прям, чтобы серьезная. Ну, честно, я когда встречалась с другими парнями до Ромы, то мне, конечно, казалось, что это любовь тоже. Ну, вот именно с Ромой я помню, что я почувствовала вот это вот… Ну, вот появилось это чувство, что это тот самый. Что это тот самый человек, что вот он мне просто во всех смыслах подходит. Что он просто такой, как я себе его даже представляла. Даже не внутренне только лишь, а даже и физически. Вот как я себе там как-то представляла мечтать своего мужчину, своего мужа. Вот Рома оказался именно таким. Вот когда я… Ну, короче, я это поняла, что вот он тот самый. Не с одним из парней, с которыми я встречалась, и которых, мне казалось, я любила, у меня не было таких чувств. Такого вот осознания, что ли. Кого бы больше хотели, девочку или мальчика? Или девочку или мальчика хотели-то? Неважно, кто будет. Любочка, еще как может кричать? Видно по внешности? Я не знаю, как. А мне почему-то кажется, что ты вспыльчивая. Я очень вспыльчивая. Извините. Да, действительно, я очень вспыльчивая. Честно говоря, не знаю, как вы это видите по внешности именно. Какие-либо витамины принимаете. Вот допиваю последнюю пачку при гнаке и больше пить не буду. Да какая разница, кто будет, но я очень хотела девочку и родила доченьку. Либо у тебя после чистки лица долго лицо красное? Лицо само, ну, может, только тот вечер красное. А потом больше не должно быть. Все равно Любаша нежная, особенно с Ромой. Я сравниваю с собой очень грубо, а с мужчинами не сдержанная. Вы делаете выводы только по прямому эфиру. Поверьте, вы же не знаете, как что есть. Как мы познакомились с Ромой, мы просто были в одной компании. Не было какого-то момента, где бы нас представили, вот, познакомься, что это Рома, а это Люба. Просто мы друг друга заочно знали. Кстати, с кем-то из бывших общаяния, с многими же расходятся друзьями. Ну, смотрите, те парни, которых бросала я, те, конечно же, на меня в нереальной обиде. И, конечно же, связь прервана. А вот, те парни, которые бросали меня, со многими мы там поздравляем. Ну, со многими, я так сказала, как будто их миллион было. Вот с двойбя мы, это, ну, при встрече прямо, а, привет, так давно не виделись, как твои дела. Ну, там друг друга поздравляем, там, с днями рождениями, там, с праздниками какими-то там крупными. Вот такое может быть, да. Расскажи, когда ты пришла в НЛ и поняла, что это твое. Ой, честно, впадлу рассказывать про работу. Пришла в НЛ, меня позвали в НЛ, я просто зарегистрировалась, все. В смысле, как я поняла, что это твое. Ну, а что здесь может быть не мое? Ну, друзья, ну, вот это вот возражение, мое или не мое, очень глупое. И вообще, ну, в смысле, работа, в принципе, любая работа, какая бы она ни была, это, ну, как бы, ну, это наше, каждого человека. Если мы не будем работать, мы не будем зарабатывать деньги. Вот, зарабатывать деньги – это мое, все. Тем более, когда работа в кайф, когда работа интересная, когда работа, приносящая пользу тебе и другим людям, ну, как-то, может быть, не мое. Почему такая грустная, если я хожу, голова у меня болит, блин. И бесит меня, что вот тупит Инстаграм, тупит Ватсап и, короче. Тридцать шесть и семь с половиной. На полтора миллиградуса поднялась. Кто-то из бывших есть в команде? Нет. Нет. Откуда знакомы с Юлей Тимониной? Мы не верим, друг друга знали. Она на курс старше, по-моему, училась. Жили в одном общежитии. По курилке, может, друг друга знали. Не знаю, вот так вот. Все так и сопли. Да. Сопли. Сопли и температура тридцать шесть и семь с половиной. Что об этом могло значить? Здравствуйте. Я там закипела вода, надо пойти, наверное, кинуть макароны. Да? Как вы думаете? Вот это можно выключить уже. Ой, как я уже хочу вот эту вкусняшечку, которую я понаделала. Сейчас салатик еще сделать какой-то из. Овощенышей. Откуда отказались? Нет. Ну, я его не пила там, типа, прям каждый день, там, по несколько чашек. Ну, там, иногда каждый день могу сейчас выпить, иногда через день. Одну чашку можно. Главное, до 200, что-то там, миллиграмм кофеина, чтобы в день было. Это норма при бревенности. Токсикоза нету, только токсикоз пишется через букву О. Долго паста по времени готовится. Да нет, не долго, макароны, что там, 10 минут варить. И вот это я просто слишком много разговариваю и отвлекаюсь, поэтому так все долго получается. Вообще же, это же все быстренько. Где моя любимая, она сейчас и беременна. Вот так совпало, да? Как вы думаете, мы сговорились? Надо в Инель вижу набеременность. Это все 9. Спасибо вам за ответы. Это имеется что-то. Спасибо вам за вопросы. Я устала уже. Что уже есть и спать. Не спать, а хотя бы лежать. Что ты, дебилю, голова? Да, наверное, тогда в Один. Да, конечно, нет. Делать вам нечего. Мы сами проявали, когда взяли. Но я вам всяком случае. Не дописала, блин, не беременность. На беременность хорошо влияет. Что именно на беременность хорошо влияет. Смотрите, короче, если хотите пожелать кому-то быть здоровым, то надо говорить, будь здоров. Не не болей, а будь здоров. Ну, это так. Чисто мое пожелание легкое. Не сочтите за наглость и грубость. Но я вам рекомендую, если вы действительно человеку хотите пожелать чего-нибудь хорошего, то избегайте в своей речи частичек мне. Какой у вас любимый блогер? Блин, подавилась. Какой у меня любимый блогер? Нету такого. Не верно. Нету кого-то, кого бы я вот так прям смотрела. Нет. Любку-клубничку люблю, Ися. Расскажи, почему. Говорю, потому что надо избегать частичек мне. Вселенная, мозг наш, все-все-все вокруг частички мне не воспринимает. Воспринимает только то, что вы говорите, кроме них. Соответственно, когда говорите, не болей, желаете совершенно другое. Ну, вы не специально это делаете, но так происходит. Поэтому лучше все свои пожелания озвучивать вот в таком ключе. Бляха. А вот ложка мне. Будь здоровы. Спасибо большое. Понятно, что главное, чтобы ребенок был здоровеньким. Но кого хочется там? Мальчика или девочку? Да мне вообще без разницы. Я обрадуюсь и мальчику, и девочке. Если будет девочка, пойдем еще за мальчиком. Если будет мальчик, пойдем еще за девочкой. Ну, то есть я и того, и того хочу. Привет, привет. Будь здоровы. Спасибо, Люб. Смотрю на тебя. И так мы с тобой схожи по темпераменту. Даже смешно иногда, как будто на себя со стороны смотрю. Я не знаю, как ты выглядишь. И какая ты по темпераменту. Но если думаешь, что похоже, возможно. Как чувствуешь себя? Нормально чувствую, но сегодня болит голова у меня. И поэтому у меня настроение такое даже не очень. Люб, ты очень милая и смешная. В самом лучшем смысле этого слова. Спасибо. Говорят, на здоровье тоже не стоит говорить. Якобы отдаешь свое здоровье. Возможно, возможно. Про вот это вот не знаю. Скажите, пожалуйста, вы когда начинали свой блог, не боялись знакомых? Осуждения, смешек и так далее. Ну, короче, я блог свой начала вести тогда, когда начала, ну, активно именно вести. То есть у меня была инста до этого, но это была просто инста, да, в которой, как обычно, мы выставляем раз в неделю фотки. А именно как блог я начала вести тогда, когда пошла в НЛ. Ну, поверьте, очень много людей ржало с меня по поводу НЛ, кидалось, извиняюсь, помидорами и говорило, что это бред. И что там, ну, всякую херню, что еще могут говорить. И знакомые, и друзья ржали, что типа, что там ваши порошки там и так далее. Ну, ну, почему вот вас должно волновать это мнение, вот это мнение посторонних абсолютно людей? Они вам денег не заплатят никогда, ни в один месяц они вам зарплату платить не будут. Понимаете? Они вас не повезут на Мальдивы. Детей ваших они не оденут, не поведут их, там, не знаю, в комнату развлечений. Нет. Нет. И родителей ваших они не будут обеспечивать и помогать. Почему вам важно их мнение? Да насрать должно быть. Вот единственное мнение, что важно для меня, это мужа моего. Все, вот это действительно тот человек, с которым я посоветуюсь. Ну, типа, если ты начинаешь что-то новое, ты пытаешься себя как-то по-новому проявлять, и вдруг твой якобы друг, в кавычках, то есть такого человека я не могу назвать другом, начинает ржать с тебя и говорить, что ты занимаешься хернёй, у тебя ничего не получится, но это не друг, это, как хотите, там, завистник или человек, которому не выгодно, чтобы у вас что-то получилось, потому что это будет значить, что вы красавчик, а он какашечка на месте топчется, ну, как бы он за себя переживает, поэтому вас топит, понимаете? А близнецы крутой же, Варик. Да, хотела бы двойняшек, не близнецов, двойняшек, хотела бы, но не будет двойняшек. Какой срок? 10 недель. На учёт не встала. Да, верно говорите, спасибо большое. А как правильно сделать, чтобы муж начал поддерживать? Линье, это прям тяжёлый вопрос, на самом деле, для меня всегда, я очень часто сталкиваюсь с этим. Я вообще, когда в НЛ пришла, я побоялась даже своему мужу рассказать, но не потому, что он мне там что-то запрещал когда-то или что-то такое, я насмотрелась на других девочек в команде, которых зарегистрировали вместе со мной, и им мужья запрещали заниматься в НЛ, говорили, только через мой труп, ты этой хернёй не будешь заниматься, тебе чё денег мало, там, или ещё что-то такое. А мужа моего как раз тогда не было, он был в отъезде, и я, короче, ну, запереживала, думаю, а вдруг мы тоже так отреагируем. Наверное, пока не буду говорить ему, сама хоть здесь разберусь, чё к чему. Ну, вот, ну, потом я, конечно же, ему сказала, через две недели я уже ему рассказала, но самое главное, что когда вот такая реакция у мужа, вы же можете ему сказать, что вот смотри, я, короче, вот, ну, я хочу здесь разобраться, я знаю, что у меня здесь получится, я верю, что это что-то интересное и стоящее. Чё, по-прежнему связь... Так, давайте попробуем на вай-файчике посидеть. Ой, на мобильном интернете. Такая интересная тема у нас зашла, и на тебе, интернет обломил всё. Короче, всё, 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 друзья, всё испортил этот сраный интернет, по-другому ничего не могу сказать. Да я в курсе, что виснет, виснет, я вижу по количеству смотрящих, и потому что вечно у меня вот тут вот что-то светится, непонятно что. Короче, мне странно, как в нормальных взаимоотношениях мужа и жены муж может запрещать что-то жене, которое ему говорит, я, вот, короче, вот, как бы мне бы хотелось бы вот так вот развиваться, мне бы хотелось вот этим вот заняться, я бы хотела вот здесь вот разобраться, я бы хотела бы там, ну, там, деньги зарабатывать или ещё что-то. Ну, короче, у меня вот желание чем-то заниматься, это для меня. Даже если ты считаешь, что это херня, дорогой мой муж, не веришь в это всё, ты, пожалуйста, мне доверься, я в это вникла, мне кажется, оно того стоит, дай мне месяц попробовать разобраться, может быть, я и тебя смогу убедить. Просто дай попробовать. Вот, короче, если вот такой разговор состоялся, а муж говорит, нет, ни в коем случае, мне непонятно. Всё, теперь нормально, да я в курсе. Ладно, друзья, пора идти сливать макарошки, поэтому всем спасибо большое за сегодняшние два эфира. Желаю вам всем крепчайшего здоровья. Что это у меня тут? У меня тут какая-то крошка. Так вот, крепчайшего здоровья. Взаимопонимания со своими близкими, там, не знаю, родители. С родителями тоже было бы здорово, чтобы было взаимопонимание. Супруги, друзья, кто угодно. И побольше хорошего настроения.